Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Сыктывкарском микрорайоне Давпан используется на 100%. Популярен у жителей, спортсменов-профессионалов и любителей. В этом убедилась личный депутат Госдумы России Ольга Савастьянова. Средства на объект более 20 миллионов рублей были выделены при содействии единорусов в рамках федерального и регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Общедоступных объектов такого уровня раньше в городе не было. Парламентарий проинспектировала состояние инфраструктуры спустя 9 месяцев после открытия и узнала, чего еще не хватает для развития массового спорта в Сыктывкаре. Ольга Коняева продолжит. Татьяна Манова – местная активистка на пенсии. Когда-то она и другие жители микрорайона обратились в администрацию и отделение партии с просьбой облагородить заброшенный стадион. Но о таком преображении даже и не мечтали. Теперь норма для Татьяны – каждый день по 10 кругов. Это больше трех километров. Врач нам рекомендовал именно спортом, не столько с таблетками, сколько спортом, себя лечить. Когда мы начали это, мы почувствовали облегчение в своем организме и стали как можно больше этим заниматься. Танцевать, бегать, играть в футбол, волейбол, баскетбол или делать зарядку. Каким спортом заняться на стадионе в Дафпане – дело, как говорится, хозяйское. Спортивный комплекс доступен всем, не закрывается даже ночью. Трибуны на 100 мест, раздевалки, уличное освещение, камеры видеонаблюдения – теперь это любимое место многих. И друзья мне сказали, что появилась новая площадка в Дафпане. Вот сегодня я собрала свою компанию, мы приехали сюда попробовать. В принципе, очень довольна, что удобные дорожки с мягким покрытием, можно побегать. Нам очень прекрасные дорожки сделали. Вот буквально надо правильно ходить, чтобы как раз подходит вот это покрытие. Мы с мужем каждый день приходим, каждый день занимаемся скандинавской ходьбой. Так что мы очень довольны. Подобные физкультурно-оздоровительные комплексы открываются по всей стране. Это партийный проект единороссов. На строительство в Дафпане было выделено 26 миллионов рублей с федерального и республиканского бюджетов, еще 8 из городского. У нас достаточно много было сделано, чтобы физкультурно-оздоровительные комплексы построить. Там есть отдельные программы по селу, спортивные залы в школах, спорт на селе и так далее. И сейчас вот проект, который как раз нацелен на то, чтобы создавать вот эти спортивные комплексы на открытых пространствах. И когда вот этот проект затевался, мы тоже исходили из того, что люди обратились. Хотелось бы, чтобы рядом с домом было, чтобы это было действительно в таком вот открытом формате. И сейчас вот важно понять, насколько вот есть смысл такие проекты вообще продолжать. Конечно, смысл есть. Классные площадки сделали. Больше всего мне нравится у меня площадка здесь, вот в Морозово 195, вот тут на местечко Дафпо. И еще мне нравится площадка, там где первая школа, там где… Профессиональная. Да. Тренер Александр Величко стадион в Дафпо не оценил по достоинству. Даже в самый разгар рабочего дня, когда большинство людей на работе, ни одна площадка не пустует. Популярные уличные тренажеры, они профессиональные, с регулируемой нагрузкой, подходят для выполнения норм ГТО. В понедельник, среду и пятницу с 10 до половины 12 позаниматься, причем бесплатно, можно под присмотром инструктора. Тренировки юных спортсменов, дворовые и товарищеские матчи. Для занятий на игровой площадке составляется график. Времени хватает всем. Важно, что здесь есть специальное покрытие. Именно с помощью таких современных технологий нам удается от этих травм уйти, избежать их. Поэтому здесь упал, и дальше вскочил, и дальше пошел. Игровая площадка в Дафпане стала подспорьем для развития регби нового в Коме вида спорта. Спортклубы есть уже в Сыктывкаре и Печоре. Пока не хватает специального инвентаря, формы для команд. Но главное – есть победы. В прошлом году у нас был на Смитане турнир по снежному регби. Там Вологда приезжала, еще Архангельск. Так, и как вы показали себе? Ну вот, у нас первое место нашего клуба. Первое место? Молодцы, я вас поздравляю. Спасибо. Занятие на свежем воздухе – важный этап для подготовки спортсмена, отметил Анатолий Чиканчи. И таких площадок в городе должно быть больше. То есть это Дафпан, это Максаковка. Для детей немножко есть в Орбите, да? В прошлом году открыли. Орбита, да. А центр получается пустой. Тут единственное, надо договариваться с Министерством спорта, чтобы давали на какое-то время, все-таки, нам, наверное, какое-то запасное поле центрального стадиона, наверное, да? Работаем дополнительно. В целом Сыктывкар обеспечен физкультурными объектами на 40%. В планах мэрии продолжить строительство. По стадиону на Лесопарковой. У нас все готово уже для этого. Город полностью подготовил и проект, и по доступности, и по месту. То есть у нас готово все. Мы готовы, мы хотим. Точно так же мы работаем по Красному затону. В Красном затоне, вы знаете, на Грибном переулке есть большое футбольное поле. И, конечно же, мы разрабатываем и наша первоочередная задача, чтобы сделать там такой же достойный стадион, как и в Максаковке. Спортсмены предлагают, кроме того, реконструировать и сделать доступными для всех пришкольные стадионы.